Молодежная хоккейная команда «Стальные лисы» не потеряла ни одного очка в октябре, выиграв 10 матчей из 10. Более того, в 16 последних встречах магнитогорцы одержали 15 побед и уверенно лидируют на Востоке МХЛ. Об очередном этапе успешной серии наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Если «Металлург» пока не терял очков на чужом льду, то лисы ни разу не уступили на домашнем. Очередным соперником магнитогорцев стали сибирские снайперы. В первом матче ждать гола пришлось почти 26 минут. Пока, наконец, Данил Гололобов не совершил перехват у борта и не выдал великолепный пас партнеру. Оставленный без присмотра Иннокентий Рыбин отметил возвращение в строй после дисквалификации неотразимым броском. Под занавес второго периода хозяева провели классную атаку, на исходе которой дважды мог забить Данила Юров, но попал в штангу и вратаря. Зато вовремя подключившийся Богдан Крохолев шансов голкиперу не оставил. В заключительном отрезке магнитогорцам пришлось пережить несколько неприятных минут. Тут они дважды подряд нарушили правила, но сумели выстоять, а вскоре и увеличить свое преимущество. Никита Гребенкин отправил шайбу за ворота Иннокентию Рыбину и, получив обратный пас, здорово бросил в дальний угол. А незадолго до финальной сирены Эдгар Ворогян и Данил Гололобов помогли Максиму Кузнецову реализовать большинство и установить окончательный счет. 4-0. Илья Набоков отразил 30 бросков и заработал второй сухарь в сезоне. Спустя сутки игра сложилась для хозяев даже немного легче, но реализация моментов оказалась чуть ниже. Виной тому вратарь сибиряков Никита Тулинов, который совершил более 40 спасений. Но в ряде эпизодов и он оказался бессилен. Сначала после великолепного паса Ворогяна через борт Кузнецов мастерски разобрался с защитником и эффектно переиграл галкипера. Затем отличился уже сам Ворогян, который здорово сыграл на добивании после броска Богдана Крохолева. Соавтором шайбы также стал Данила Юров. А вскоре забил и Юров. Шикарной передачей Роман Канцеров вывел партнера один на один с вратарем и тот не промахнулся. На предпоследней минуте снайперы все же сорвали сухарь Александру Смолину, но исход встречи уже не вызывал сомнений. 3-1. Лисы, набравшие за два месяца чемпионата 35 очков из 40 возможных, уверенно лидируют на востоке МХЛ. Следующие домашние матчи команда проведет 5 и 6 ноября против Мамонтов Югры. Прямые трансляции игр смотрите в нашем эфире в пятницу и субботу в 13.00. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.